Всюду, куда я не кину свой взор, Шире степные сияния гор, Синие тучи, родные края, Песня моя, Адыгея моя. Читаешь стихи Исхака Шумафовича Машбаша и видишь перед собой Мир, мир радости и горести, Мир вдохновенной песни Свободного человека и печальной участи обездоленного. Мир, где с добром еще соседствует зло, Но зло обязательно будет побеждено, убеждает нас в песне поэта о счастливом времени, о советском человеке, о родной стране, о ласковых и нежных глазах черкешенки. 23 мая в зале детской школы искусства Аулака Шихабль состоялась необычная встреча с Исхаком Машбаша. В гостях у нас в районе побывал народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарий, Карачаева, Черкесии, лауреат государственных премий СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, литературных премий имени Шолохова. На встречу пришли глава района Заур Хамирзов, первый заместитель главы района Руслан Ямыков, все работники структурных подразделений администрации района, старейшины аула, учащиеся и учителя школ. Мероприятие было посвящено юбилею Исхака Машбаша. Сказал мудрец, живи, добро верши, дождать наград за это не спеши. Не зря у нас в народе повелось, ты сотвори добро и в реку брось. Простая эта истина, мудра, не вспоминай свершенного добра. Зато за щедрость в маленьком глотке Будь благодарен каждый день реке. Эти строки из стихотворения народного писателя Республик Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии, лауреата государственных премий СССР, России и Республики Адыгея Исхака Шумафовича Машбаша, 85-летие которого в нынешнем году отмечает вся прогрессивная общественность Адыгеи, Краснодарского края и России, полностью определяет его творческий и жизненный путь. Живи, добро верши, так он и живет на этой земле для добра. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас сегодня на встрече, посвященный юбилею замечательного адыгского писателя, поэта, видного общественного деятеля Исхака Шумафовича Машбаша, признанного мастера слова, чья известность давно перешагнула все существующие рубежи. Его романы переведены на языки многих стран мира, и он давно по праву пользуется заслуженной любовью народа. Я не перечисляю всех званий, должностей и наград Исхака Шумафовича, поскольку три дня назад, 20 мая, каждая семья в нашем районе получила праздничный, юбилейный выпуск районной газеты «Кашихапольские вести», в которой каждая страница, каждое слово были посвящены юбилею величайшего писателя современности Исхака Шумафовича Машбаша. Я приглашаю на сцену юбилеяра Исхака Шумафовича. Мы просим вас приветствовать. Далее слово предоставили главе района Зауру Хамирзову. Добрый день. Сегодня мы отмечаем знаменательную дату юбилей Исхака Шумафовича Машбаша, 85 лет. Разрешите от себя, от администрации Кашихапольского района и жителей Кашихапольского района поздравить вас, Исхак Шумафович, с этой знаменательной датой. Исхак Шумафович еще без жизни стал классиком адыгейской литературы. Человек, чьи книги разошлись тиражом более 4 миллионов экземпляров. Автор более 80 книг. Исхак Шумафович не только писатель и поэт. Он, как было ранее сказано, общественный деятель. Человек, который несет культуру адыгского народа, массы. Человек, который и сейчас занимается огромной общественной работой, занимается воспитанием молодежи. И вот с сегодняшней встречей я очень рад, что вы сегодня пришли. Я вижу очень много молодых лиц в этом зале. Пройдет очень много-много лет, и многие из вас будут с гордостью рассказывать своим внукам, что я вживую видел классика адыгейской литературы Исхак Шумафовича Машбарша. Исхак Шумафович, разрешите мне сегодня поздравить вас еще раз с такой знаменательной датой. Здоровье, самое главное, творческих успехов. Естественно, в день рождения принято дарить подарки. Исхак Шумафович, от Кашхабрского района примите, пожалуйста, небольшой подарок. Спасибо за у вас. Разнообразная и интересная тематика произведений Исхака Машбаша, среди которых книги о Великой Отечественной войне, Кавказской войне, о выдающемся Черкесии Хангиреи и черкешенке Айсэ. Много теплых слов в адрес замечательного писателя было сказано. И у каждого была возможность задать ему интересующий вопрос. Параух Муродинович, я хочу предоставить слово вам. Добрый день, уважаемые земляки. Добрый день, уважаемый Исхак Шумафович. Много лет назад, будучи совсем молодым человеком, будучи студентом Кабардино-Балканского университета, я совершил не очень хороший поступок с точки зрения студенческого распорядка, но я о нем до сих пор не жалею. Я и группа энтузиастов убежали с занятий для того, чтобы полчаса упрашивать наряд милиции и попасть на юбилей, 60 лет со дня рождения Кайсина Кудеева. И я первый раз тогда увидел Исхака Шумафовича, который представлял делегацию Адыгеи. Вы знаете, я не являюсь литературным критиком. Я не являюсь тем более специалистом по творчеству Исхака Шумафовича. Я просто хочу сказать, как читатель. Когда читаешь книгу, относишься к ней ревниво. И хочется узнать, а на кого похож этот автор. Когда мы говорим о том, что Исхак Шумафович – один из крупнейших романистов современности, пишут великолепные книги, посвященные истории адыгов и не только адыгов, сразу же на ум приходит имя Александра Дюма. Когда читаешь его произведения, посвященные жизненным проблемам, вспоминается и чиновист Айкматов и Стефан Свейх. Когда читаешь его стихи, на ум приходят лучшие поэты, о которых мы когда-то видели. Но я все-таки хочу прийти к выводу. Исхак Шумафович не похож ни на кого. Он похож на Машбаша Исхак Шумафович. У него свой собственный стиль и свой собственный талант. Что я бы хотел сказать, что я вынес из его книг просто как читатель. Вывод первый. Хороших войн не бывает. Война всегда бывает несправедливой, жестокой и бесчеловечной. Вывод второй. Каждому человеку надо любить свою большую и малую родину и делать все, чтобы сохранить свой язык, свою культуру и свое национальное самосознание. И третий, может быть, самый главный вывод, который должен сделать любой думающий читатель. Мир, благополучие и взаимопонимание – единственное условие для выживания и для будущего процветания нашего общества и нашего государства. Я думаю, здесь будет сказано немало слов. Каждый раз выходить выступать, наверное, неприлично. Но мне, как читатель Исхак Шумафович, хотелось бы вам задать вопрос, который я попросил бы вас обозначить в своем выступлении. В истории еще очень много белых терпятин. Какие темы вас волнуют? Над чем вы хотели поработать? Чем вы нас порадите в ближайшее время? Спасибо. Спасибо. Доброе утро! А теперь я хочу перейти на, это неудобно, наверное, здесь присутствуют и не только Адыгин, но и национальности. Я хотел бы еще несколько слов сказать, что большое спасибо за то, что вы пригласили меня. Очень долгую и сложную жизнь я прожил, прожил вместе со страной. Страна, в которой мы живем, это удивительная страна. Но, к сожалению, на каких-то этапах нашей жизни мы чувствовали и взветы, и падения, и обратно вставал с коленя наше государство. Я потом, чуть попозже, может быть, кое-что, свои мысли, свои отношения и к литературе, и к политике, и к стране, и вообще к обществу, я кое-что, так скажу, и вам. А то, что ты мне задала один вопрос, вот тот вопрос, а вы знаете, что писатель сам, если взять его, то он очень одинокий человек. Писатель приходит в жизнь благодаря своим родителям, и человек приходит в эту жизнь благодаря матери, отца, родам, странам, а потом семьям, потом детям. Но, несмотря на то, что вот в совокупности этих людей, писатель остается одиноким. Он садится, берет чистый лист бумаги и выводит свои размышления, свои мысли и все и прочее. Вот здесь никто не может помочь, ни сын, ни дочь, ни жена, ни мать, ни отец. В этом и заключается его одиночество. Потом он становится очень богатым человеком, потому что книги, наверное, которые уходят в себе во рукопись, потом книга, потом до какой-то читателей, и этот благодарный читатель это воспринимает, значит, для писателя это самый лучший праздник в своей жизни. Но я никогда не праздновал. Я то, что меня волновало и волнует, переносил на эту чистую бумагу, а потом в виде книги она уходила, эта книга уходила к моим читателям. А читатели мои, я всегда говорю, разные читатели бывают. Так как ко вкусу, скажем, к еде, относится к человеку по-разному. Кому-то черный хлеб, кому-то белый, кому-то ханкопс, кому-то щипсы. Если мне так утрируют то, что я говорю, и читателю тоже, если единственная выгода у читателя есть, так писатель, если не понравится книга, придумана очень хорошая обложка. Вы закрываете книгу и откладываете. Но судить, допустим, то, что не понравилось, это ваша ненача. Писатель высказал свою душу, отдал читателю. Это равносильно то же самое, если вам не нравится, допустим, дома телевизор, вы можете этот канал переключить на другой. А если вам не нравится этот свет, который вот здесь выключили, и вот так можно отнес. Но никогда не надо. Если бы я написал эту книгу, я бы вот так бы сделал, вот так. Вот здесь я не могу. Я уже как читатель себе говорю. С теплыми словами к писателю обратился председатель Адыгахаса Амини Пшикуев. С! С ju Игорь Клиц, который сказал, что не было ни верхних сил, ни разу, ни разу. Она говорит, что рассказал, что не было ни разу, ни разу. Говорят, что мы можем сделать. И этим мы не будем говорить о нем. Мы можем сказать, что... ...вот... ...вот так же сказать... ...а то что мы можем сделать... ...untisy и отзыв dónde мы будем делать. Он dishes на границы и ковзанки просто свистит миндана, и вот так повторяем, если у нас есть одна страна, я думаю, что это точно не исполняет. Что я говорю для меня? Так вот так. Я говорю, что если мы делаем то, что мы помним, тогда мы должны помним. Я говорю, что я говорю, что это очень здорово. Я говорю, что это говорит, что это важно. Когда мы сняли, мы сняли все, что мы сняли, и мы сняли все, как они сняли. Тогда мы сняли все еще, как мы сняли все. Тогда такие часты могут быть и появляются все. Мы не можем найти людей с ними. Мы можем найти в Кабрдин и Бокарске, в Крышаве и в Крышаве. Мы можем найти эти людей и напомнить, что они могут быть угрозными. Они могут быть угрозными. И они могут быть угрозными. Добавил субтитры DimaTorzok Встреча очень понравилась слушателям. В зале стояла полная тишина, нарушаемая лишь аплодисментами. Теперь хочу жить лишь для того, чтобы выполнять свой долг и вести себя так, чтобы заслужить прощение у святого отца. Завтра будет восемь дней, как я исповедовалась отцу Бурсо в грехах своих. Это принесло душе моей покой, какого бы я никогда не обрела, когда бы оставалась в прежних своих заблуждениях перед лицом надвигающейся смерти. Я терзалась бы еще угрызениями совести, которые сделали бы меня глубоко несчастной эти последние мои минуты, ибо я до того слаба, что уже не в силах встать с постели. От всего простужаюсь. Бедная моя Софи удивительно заботится и о моем теле, и о душе. О поведениям своим она подает мне столь благие примеры, что, глядя на нее, я волей-неволей и сама становлюсь лучше. Она глубоко скорбит. Нуждаться после моей смерти она не будет. Все мои друзья очень ее любят. Они позаботятся о ней. Надеюсь, однако, что этого не понадобится. Учешаюсь мыслью, что оставляю ей на кусок хлеба. О шевалье и говорить нечего. Он в отчаянии, видя мое состояние. Трудно представить себе чувство более пламенное, большую нежность, больше великодушия и благородства. О малютке я и не беспокоюсь. У нее есть благожелатель и покровитель, который ее нежно и ее любит. Прощайтесь, удара меня. Нет у меня больше сил писать. Жизнь, которая жила, была такой жалкой, знала ли я хотя бы мгновение подлинной радости. Я не могла оставаться наедине с собой. Я боялась собственных мыслей. Угрызения совести не оставляли меня с той минуты, как открылись мои глаза, и я начала понимать свои заблуждения. Отчего стану я страшиться разлучения с душой своей, если уверена, что Господь ко мне милосерден, и что с той минуты, как я покину сию жалкую плоть, мне откроется счастье. Нет, конечно, я не увижу Селине, потому что вместо дней, на которые надеялась, остались часы. Эдди будет достойным отцом, но только он расскажет ей обо мне. Только расскажет. Помоги мне, Господи, сказать на прощание свое материнское слово Селине. Единственная радость моей недолгой жизни, сердце мое, Селине. Это письмо пишет тебе та, которую ты называла Тантой. Но я вовсе не тетя, а твоя родная мать. Зовут меня Шарлотта Элизабет Айсет. Родом я из Кавказа, из Черкесов, коих ты не знаешь о моей жизни и о моих приключениях. Расскажет тебе твой отец Лейзмари Де Эдди. Я его люблю. Он один из достойнейших мужей Франции. Ты тоже люби его, доченька. Гордись им, как я. Он очень любит тебя. Когда ты получишь это письмо, меня, наверное, уже не будет. Прощай, дочурка, по моей вине не узнавшая настоящей материнской ласки. Твой отец за меня поцелует тебя, передаст мое материнское тепло. Пусть оно хранит тебя. Прости меня, с твоим прощением мне легче будет покидать этот мир. Твоя любящая мать Шарлотта Элизабет Айсет. Мое родное черкесское имя Айшет. Париж, 13 марта 1732 года. 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 Никто не теряйте. Я не хочу. Постополам, я хочу сделать так, и притягивать нас. Насколько своих историков было по-другому, когда мы были в Киеве, еще не было. У нас были в Киеве. Мы были в Киеве. Мы были в Киеве. Мы были в Киеве. И мы были в Киеве. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Адыги на земле моей живут Адыги на земле моей живут Звучит музыка 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 Живут обиды на земле моей Смеются солнцем, добрых ждут дождей Детей растят и сапитают в путь Благословляя человека в путь Давно не пахнут городом ущелья И вместо вести пули не поют Бывает жарко только от веселья Когда невесту замуж выдают Давно не пахнут городом ущелья И вместо вести пули не поют Бывает жарко только от веселья Когда невесту замуж выдают Бывает жарко только от веселья Когда невесту замуж выдают Эй-эй-эй-эй-эй! Авероксор! Спасибо огромное! Писатель выполняет особую функцию Он должен быть историком, философом и социологом Исхак Машбаш выполняет эту писательскую миссию с достоинством Он всегда был достойным сыном своего народа Прославившим адыгскую культуру Продолжение следует...